Сегодня все бурно обсуждают фотографию Коломойского, нищенка, я уверена, что... Ну а как нам без этого? Надо же как-то отреагировать. Вот это зачем вдруг они так сфотографировались? Хотят передать привет? Что это такое? Я думаю, что там все банально. Коломойские таким... Что мы видим? Суды наложили арест на практически все предприятия промышленные Коломойского в рамках банкротства, точнее, выведения денег с Приватбанка. Причем я на самом деле не сомневаюсь, что Коломойский туда деньги выводил. Но мы же прекрасно понимаем, что если бы не было определенных договоренностей между Коломойским и Порошенко, который в свою очередь давал команду Гонтаревой выделять миллиарды рефинансирования Приватбанку, то никуда бы эти деньги не исчезали. Соответственно, Коломойский, мягко говоря, был как бы возмущен, когда в итоге его сделали одного за все виноватым, а потом еще провели насильственную приватизацию... Национализацию, да, да. Вот это новое слово вдруг вошло в наш оборот. Национализацию, причем я так понимаю, что изначально не договаривались, что процессом будет проведена национализация, и все закроют глаза на все, что происходило до. И на этих условиях Коломойский соглашался банк отдать. Но опять же, все было тихо, а потом начали копать, начались там уголовные дела, начали суды выносить решение и арестовать имущество Коломойского. Соответственно, Коломойский готовится к большому бою, поскольку он у нас товарищ известный, никому он просто так еще отдавать не собирается. Он готовится воевать с Порошенко, значит, как он будет воевать. Ну, значит, ожидаем у него на канале Юлию Владимировну, поскольку у нас, когда нашим олигархам становится плохо, они всегда пускают на свои каналы Тимошенко. Когда им хорошо, они ее не пускают. Это у нас народная забава. Динамика, да. Поэтому ожидаем на 1 плюс 1 Тимошенко. С другой стороны, фотография с Онищенко, это намек на то, что у те известные пленки Онищенко о коррупции в окружении президента, о том, кому носил денег, кто как скупал. То есть эти пленки уже готовы запуститься. В надежных руках они? Да. Они уже... Нет, я не думаю, что они в надежных руках, потому что Онищенко... Для Онищенко это гарантия безопасности для самого. То есть он их никому не отдаст. Но какую-то часть, если понадобится, получит Коломойский и начнется раскрутка на канале Коломойского. Дальше уже подхватят другие каналы, также особо нелюбящие Петра Алексеевича, который их пытался... Кого там... А есть такие у нас? Нет, я ж... Ну, те же 112, тот же Ньюс Ван. То есть... Одних он пытался закрыть, вторых запугать. Ну, то есть у нас же... До того, как на Банковой пришла в голову гениальная мысль создавать свой медиахолдинг с каналом Прямой, купить Радиоэру, Деркача, то есть вот это вот... До того, как они решили, что мы теперь сами будем умные, до этого они же пытались у всех все отжать. Ну, по старой доброй традиции. То есть сначала 112 пытались отжать, у них не получилось, Ньюс Ван пытались отжать. Ну, то есть достаточно желающих поучаствовать будет в медиа-скандале с опубликованными пленками Онищенко. Но я считаю, что Коломойский также до последнего не будет как бы переступать эту черту, поскольку он любит торговаться. То есть это намек Порошенко, что давай-ка мы все-таки хоть как-то мирно этот вопрос порешаем. Ну, посмотрим, как себя будет вести Порошенко, потому что у него как бы ситуация с олигархами достаточно сложная. С одной стороны, вроде как у него есть любимый олигарх это Ахметов, которому он нам все дает. Это звучит просто... Ну, максимально дает, скажем так, наживаться на население, да, ну, плюс по той причине, что он, скажем так, имеет там свой также финансовый интерес, но у Ахметова, знаете, там это зеленый свет, у единственного олигарха. С Фирташем у него намного сложнее отношения. Я считаю, что там есть определенная даже личная неприязнь, потому что Порошенко не выполнил те обязательства перед Фирташем, которые брал. Вот тогда, когда была встреча в Вене, да? Ну, да, поскольку, как бы, по сути, Фирташ какой-то семьи и привел его в президент. Поскольку, после того, как сняли кандидатуру Кличка, стало понятно, что, ну, убирается тот конкурент, который мог отобрать голоса у Порошенко. Соответственно, ну, мы видим постоянные разборки между там Банковой и Фирташем, причем Банковая старается действовать не сама, они там стараются действовать руками там или Рабиновича, или там Народного фронта, то есть, ну, как бы, вроде как, это все не они. То есть там эти постоянные наезды на каналы Интер, ну, вот это введение украинских квот на телевидении, которые, собственно, и предусмотрены, чтобы ударить в какой-то степени именно по крупным каналам, таким, например, как Интер, потому что у них же большая часть там контента русскоязычного, а где ж столько украиноязычного контента набрать, да? То есть это уже там финансовый удар. Ну, это их там свои проблемы. Ну, то есть, и получается, вот идет такая вот война Порошенко со всеми олигархами, то есть он постоянно им что-то там дает, забирает, дает, забирает. Вот сейчас такие же торги идут и с Коломойским.